Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я давно не снимал видео о том, как ведет себя модельный портфель, потому что, ну, во-первых, он и ведет себя не очень, а во-вторых, ну, еще не настал срок. Модельный портфель – это инвестиция, она долга. Ну, по крайней мере, я считаю, что там параметры такие год-два как минимум. Поэтому и не снимал. Но люди спрашивают, люди интересуются, как ведет себя модельный портфель. Поэтому, вот, идя навстречу, я решил, ну, напомните, как вел себя модельный портфель раньше, как вел он себя за прошедшее время. Вот. Ну, и тот самый модельный портфель, о котором я говорил ранее. Итак, смотрите. Вот тот самый модельный портфель, о котором я говорил в начале. В начале это был 400 тысяч рублей модельный портфель. И в 2016 году с 18 января 2016 года по 17 января 2017 года он вырос с 400 тысяч до 526 тысяч рублей. То есть, там получилось у меня 34 или 36 процентов. Вы можете посчитать сами. Теперь далее. Второй год, который, так сказать, ну, как бы продолжался. С 2017 года. Здесь было немножечко драматично. С 2017 года по 17 января 2018 года. Вот наблюдение. Смотрите. 500 там, сколько там было? Сейчас скажу. 526 тысяч. Вот они, 526 тысяч начала. И в начале он вырос, а потом он резко упал. И, соответственно, практически до августа не мог вылезти из этих убытков. Но с конца августа он начал расти. И очень интенсивно рос. В результате 635 тысяч было по итогам. И вот так он вырос за 2 года. Смотрите. Вот он. Ну, первый год. Первый год. Ну, вот где-то первый год, наверное, вот здесь вот был. Второй год, да, вот здесь. Да, 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 где-то здесь. Второй год пошел на убыль, но снова потом вырос. И по итогам двух лет очень хороший рост. Что произошло дальше? А дальше он вырос достаточно сильно. Вот, 632 тысячи. И впечатлил рост на самом деле. И, ну, я говорил уже, что это моя дочь. Открыла модельный портфель. Она пришла ко мне, говорит, я хочу доложить деньги. Я сказал, давай-ка мы их разложим. Вот. И я ей предложил разложить деньги в различные структурные продукты. Поэтому мы решили с ней, то есть она по моему совету, значит, долго меня слушала, решила переформатировать модельный портфель. То есть мы решили открыть уже структурные продукты, потому что сумма уже в районе миллиона получалась. Вот, близко, по крайней мере. И поэтому она говорит, ну, хорошо, мы согласились. И она мне сказала, ну, давай распродадим тогда модельный портфель. Мы его распродали. Вот. Но не весь, честили раскладывать в структурные продукты. То есть модельный портфель мы расформировали и снова его сформировали. И так получилось, что... Удачно, я бы сказал. Что получилось так, что мы этим занялись вовремя. То есть сначала вот она думала, что делать, гадала, потом расформировали его, значит, вывели акции, и она долго не могла ввести деньги. Потом, значит, ввела деньги, ввела деньги в конце марта. И мы сформировали заново модельный портфель очень вовремя, то есть 13 апреля. То есть она, так сказать, не думала о том, падает, не падает, ей пофигу было. На самом деле, вот 10 апреля где-то ввели санкции, и все наши индексы, все наши акции очень сильно упали. И так получилось удачно, что мы сформировали модельный портфель, который на самом низу был, акции оказались на самом низу. И уже, посмотрите, в конце апреля, то есть снова с 400 тысяч начали. Вот, и уже в конце апреля он был 448 тысяч. То есть он вырос на 10 с лишним процентов сразу. Ну, ей понравилось, это очень здорово. Вот, что было дальше? Ну, то есть, блин, модельный портфель вырос. Вот, она это видит, все хорошо. Он дальше несколько упал. Он дальше, видим, несколько упал здесь. Ну, она говорит, ну и что, он же падал и раньше, в общем, нормально. Причем он упал не так уж сильно, там, господи, там, ерунда какая-то. Вот, потом он снова вырос, ну, говорит, все хорошо. Вот, и таким образом, вот, она оставила деньги, так сказать, на модельном портфеле. Тем более, что там ничего не надо было делать абсолютно, потому что буквально с февраля месяца полгода вообще никаких смс-ок не приходило. Да, то есть, до, по-моему, конца июля ни одной смс-ки не приходило. То есть, о том, что надо переформатировать как-то модельный портфель. Я даже начал грешным делом думать, что брокер забил на это дело. Вот, ну, вот, что тут на данном слайде видно. На данном слайде видно, что 449 тысяч рублей и поступили доходы от ценных бумаг. 160 рублей это дивиденды какие-то и удержан налог на дивиденды 21 рубль. Вот, что происходило дальше. Дальше, так сказать, вот еще дивиденды поступили 6734 рубля и вычли налог на дивиденды. Далее, еще 1500 рублей дивиденды получили на данные акции. Дальше, а дальше модельный портфель стал падать. Ну, вот здесь тоже были какие-то небольшие дивиденды. Он начал падать. То есть, он падал буквально с июля месяца. Почему? Потому что очередные санкции ввели. Он упал очень сильно в апреле. Как раз тогда, когда он был расформирован у нас. Так получилось. Вот, мы упавший купили. Значит, потом в июле новые санкции он снова начал падать. Вот, в сентябре он начал очень сильно расти. И когда он падал, вот здесь все говорили, а этот модельный портфель это все фигня. Ну, я говорю, ребята, ну это ж надолго. Вот, а потом он начал расти в сентябре. И все разговоры о том, что модельный портфель это плохо, сразу поутихли. Все увидели, что модельный портфель перешел в плюс. Вот, ну, а потом, когда тут где-то с конца сентября он снова начал как-то падать. Потому что, ну, и нефть начала падать. И самая, как бы, большая причина падения этого, это, конечно, падение индекса S&P 500. То есть, там, да, санкции, да, все прочее. Но американцы стали выводить с развивающихся рынков деньги, потому что там ставка ФРС повышалась, там доллар укреплялся и так далее. Вот, вот этот фактор сыграл роль. Да, модельный портфель сейчас немножечко вот подупал. И если кто-то покупал, смотрите, ну да, так получилось, то мы вовремя его приобрели. Вот, ну, в принципе, я считаю, что вот дальше он, так сказать, начнет расти. Снова, по прошлым, по прошлым, как бы, данным, получается, что модельный портфель обычно растет, вот, начиная где-то с сентября, октябрь. Вот, это период непрерывного роста до конца января. Вот так было в первый год, так было во второй год. Вот он с конца августа-сентября тоже рос, потом он падал, снова поднимался. Вот, и я ожидаю именно такого же поведения прямо и сейчас, потому что, ну, с санкциями более-менее все будет ясно достаточно скоро, в ноябре месяце. Вот, ну, а что со структурными продуктами? Вот какие структурные продукты мы выбрали. То есть, половину всего капитала мы вложили в такие структурные продукты. Это структурный продукт защитой капитала на ETF на золото. Ну, и оставшуюся часть мы вложили равными долями защитой капитала на акции Louis Vuitton Moet Hennessy и защитой капитала на акции компании Unilever. Что произошло с этими структурными продуктами, что произошло с этими базовыми активами, я расскажу, я думаю, в следующем видео, в другом видео. И какие сейчас есть продукты защитой капитала, я тоже, так сказать, ну, регулярно рассказываю об этом на своем курсе и буду рассказывать. И поэтому оставайтесь на моем канале. Вот, все будет, я буду информировать вас. Сейчас как раз есть очень интересный структурный продукт защитой капитала на евро. Почему евро? Потому что, потому что доллар сейчас потихонечку, кажется, будет падать. С американской экономикой не все гладко. Американский рынок был перегрет. И аналитики открытия брокер, вот недавно я был на встрече, они говорят, что, ребята, доллар это, в общем-то сказать, ну, как бы они не рекомендуют. Они говорят, значит, в американский фондовый рынок вкладываться сейчас, наверное, ну, то есть у них есть опасения. Вот, у них есть опасения в том, что надо вкладываться в китайский фондовый рынок и, ну, то есть там тоже не все хорошо, далеко не все хорошо. И дело в том, что идет экономическая вот эта вот война, да, санкционная между Америкой и Китаем, да, и они друг друга мочат, да. Ну, и Россия там тоже где-то замешана, поэтому российский рынок, он зависит очень сильно и от нефти, которая тоже нестабильная, и которая зависит от торговой войны между Америкой и Китаем. И рубль, в общем, зависит исключительно от нефти, поэтому, ну, как бы для стабилизации своих вложений они рекомендовали структурный продукт защитой капитала, который опирается на инструмент в евро. Ну, об этом я расскажу вот в ближайшем выпуске, в ближайшем видео, потому что это очень интересная штука. Ну, и вообще оставайтесь на моем канале, там будут, я всегда буду держать вас в курсе о том, какие интересные структурные продукты, какие интересные инструменты для того, чтобы сохранить свои деньги есть на рынке. До встречи, с вами был Демитков Юрий. Демитков Юрий.